МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я кормила птичек, им было зимой холодно, и хотела с ним кушать. Я люблю свою школу и люблю свои маслаки. Привет, ты, маслаков! Привет! 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 ДИНАМИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ ДАВАЙ, 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 ДАВАЙ! ДАВАЙ, ДАВАЙ! ДАВАЙ, 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 Д у себя на занятии. Нормально, хорошо, классно даже. Я хочу больше заниматься лыжами, хочу участвовать на соревнованиях. Я хочу быть похожим на наших белорусских спортсменов. Я тут родилась, мне это очень нравится. А останетесь здесь или все-таки уедете? Ну, как жизнь покажет. Ну, мне самому очень нравились лыжи. Сейчас нравится, мы все время занимаемся. Вот эту трассу, которую вы видите, это дети еще натоптали своими ногами. Это еще большое спасибо им. Я их всех люблю, они очень хорошие. Не знаю, что сказать. Им нравится на лыжах, я их заставляю, теперь они меня заставляют. Уроки заканчиваются, они бегают за мной, кричат, пошлите на стадион, пошлите на стадион. Хожу. Какого будущего вы хотите для детей, которых вы сейчас учите на Слаках? Хочу для них всего самого-самого хорошего, чтобы у них удачно сложилась жизнь, чтобы они нашли свое место в жизни, получили профессию, получили образование и создали хорошие семьи. Топоним Маслаки образован от первосоздателя, первопоселенца, по фамилии, скорее всего, Маслак. Отсюда все жители, которые проживали, его потомки, стали называться Маслаковцами. Поэтому деревня Маслаки. Мы находимся в агрогородке Маслаки. Вот здесь вот, это самое старинное здание нашей агрогородка. Значит, в 1924 году здесь располагался Маслаковский сельский совет депутатов. После войны здесь располагалась школа. Ну, а сейчас, в настоящее время, три года назад здание пустовало, оно передано под церковь. Что такое Маслаки? Чем они отличаются от всех остальных деревень? Вот по вашему мнению. Ну, это, во-первых, второй подчисленный населенный пункт в Горецком районе. Крупный, красивый. Здесь созданы все необходимые условия для жизни и работы. У нас есть школа на 390-м месте, есть сельский дом культуры прекрасный, есть у нас больница, есть у нас детский садик, у нас есть комбинат бытового обслуживания, почта, сберкасса. Есть все условия для работы и для отдыха. Вот, занимаемся сельским хозяйством, разводим коровок, теляток. Занимаемся довольно-таки уже долго. Нам нравится, нравится заниматься ими. Это наши кормилицы. Что? Не перепрыгнуть, да? Да, не перепрыгнуть. Вы вот стоите перед нами. Стильная городская дама, красивая, с макияжем, с диадемой, в красном. Скажите, как это сочетается с коровами? А это не мешает абсолютно. Если работа радость, если то, что ты чем-то занимаешься в радость, то оно вообще никак не напрягает. Вообще никак не напрягает. Потому что идешь в сарай, знаешь, что вот это Мурза, это Зорька, это там Мальвина, там Роска. Вот они же все это самое, ну, как дети, понимаете? А когда начинаются растелы, каждую ночь ходишь, ага, чтобы принять там тот же отел, чтобы не просмотреть, чтобы все. Поэтому и то же самое, и отдыха хватает, и забота хватает, и как-то и удовольствия хватает. Ну, допустим, природа. Кто вы вообще по профессии? Я за мной врач. Что, правда? Нет. Это я сам через себя поступал в художественное, вот, не прошел. Ну, и поступил потом в зубоврачебное. Зубоврачебное окончил. А рисование осталось как хобби? А рисование тоже хобби. Небо голубое? Да, небо. Как сегодня? Морозик. Любить природу, любить животных, любить все то, что окружает вас. Вот тогда будет хорошее пожелание. Ну, и что я пожелать? Пожелать, чтобы мирное небо, здоровье, счастье, успех в работе, во всех делах. Вот это мне пожелание. Вот это пожелание. Морозик. С святым вас с колядками за разве свято проходит. Так что добрый день, заходьте к нам в хату, проходьте. Дякую вам великий. Проходьте. речка рядом расположена бася протекает природа сами видите какая люди движутся из города на природу а мы на этой природе все время живем здесь 23 года отработал участковым вот с них 25 милиции 23 здесь именно на этой земле сейчас работаю главным инженером здесь же о мыслаки уже четыре года вот ну судьба забросила по распределению сюда направили был назначен сюда участком так здесь прижился и остался и жену себе здесь нашел сейчас вот сегодня вышло утром но зимняя сказка природа просто но чудесная так у нас красиво мыслаках наверное если вы я где-нибудь бываю я часто бываю больших городах ездим мы много супругом и семьей но все равно мне хочется домой мыслаки так тяга у нас хорошие огонь идет вверх для этого для приготовления у нас есть и газ если микроволновая печь и мультиварка но мы любим наше то как жили наши деды и прадеды как они приготовили пищу так и мы постоянно пищу готовим нашей печи еще не что мы будем с вами готова еще не будем с вами готовать блины салом потом мы будем рульку с вами рабить потом мы будем рабить с вами крупеню если у нас есть драники но и шашлык по маслаковске у нас сегодня какой код хороший надо ласкается хороший 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 ты уже ты уже и на голову готова лезть до 6 помажем сальцем хорошенечко и промажем теперь мы берем снова нашу чиплю приподнимаем чтобы равномерно и ставим ее туда в печь и ждем растет хорошо здесь главное наши чпила как-то было неплохо приехал ко мне швагорь гости с своей семьей вот и что делать тут гроза а у меня печь как раз топилась ну решили выйти таким образом поставили эти кирпичи сделали шашлык но у запах 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 вкусный а и и и и и и и и и – Привет! – Привет! – Как тебя зовут? Давай познакомимся. – Василиса. – Сколько же тебе лет, Василиса? – Четыре. – Я расскажу сказку. Жил-был колобок. Да недолго жил. Пришла Лиса и съела колобка. – Можно мы еще раз приедем? – Да! – Спасибо! До встречи! – Когда хотите, приезжайте. Мы всегда готовы. – Желаем от всего самого хорошего. – Я вам желаю, чтобы хорошо было зимой и всегда. – Спасибо большое. А теперь полыбайся, дядя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова